здравствуйте друзья у нас вопрос с украины давай свете вопрос дело в том что я из украины все здесь у меня вроде было бы ничего я занимаюсь программированием промышленных логических контроллеров которые применяются автоматизации промышленного оборудования отсюда были относительно неплохие заработки до недавних 300 процентной инфляции мечты эмигрировать из украины сша у меня были давно но по причине то ли нерешительности то ли отсутствие зацепок то ли привязанность к месту питания как-то не сложилось а тут силу сложившихся политическая политика экономических обстоятельств моей голове что-то окончательно перегорело все то что держало меня в этой стране в памяти конечно осталось но только в памяти остаться здесь значит сдаться в борьбе за возможно лучшее будущее для своих детей теперь перейду к сути вопросов дело в том что у меня есть возможность репатриироваться в израиль я даже уже прошел консульскую проверку и попутно прошел собеседование на программу профессиональной адаптации по специальности программист джаба веб-мобильных приложений на курсах компании vo пишут на программу меню такой то есть если он о� пло если репатрируется в израиль то fortunately базой работы на курсы нет неaneous теперь план у меня откуда правильно теперь план у меня такой репатриироваться в израиль пройти обучение на курсов по программированию и тот самое главное устроиться на работы в израиле к серой те далее преуспешно выполнение первой части плана Попытаться эмигрировать в США через рабочую визу в сфере IT Если не получится, останусь в Израиле Продумал я, конечно, и пути отступления В случае, если не приживусь в Израиле, вернусь на Украину К гражданцам и загранпаспортом Израиля Понимаю, что это далеко не самый простой путь Но так как в США у меня нет ни родственников, ни друзей Невозможности получить рабочую визу, а на руках маленький ребенок То считаю, пока он не достиг школьного возраста, это самый последний временной рубеж А в Израиле как-никак полгода содержат и бесплатно обучают на курсах Ну и, наконец, вопросы А что за вопросы? Слышали ли вы когда-нибудь о компании Тейлран? Попадались ли вам выпускники их курсов? Можем сразу сказать, что не слышали, не попадались Мы вообще в другой стране живем И я хочу сказать, что если это курсы, которые, допустим, в Израиле имеют какую-то конвертацию То есть они как бы успешны В том смысле, что их выпускники находят работу То этого выше крыши достаточно То есть, чтобы я о них слышал, вам совершенно не нужно Так Второй вопрос Насколько быстро можно переучиться на профессию тестировщика после подобных курсов? В случае, если программирование окажется не по силам? Ну, я бы так сказал Значит, настраивать себя на то Не то, что настраивать, но оставлять себе возможность такую Что у него программирование его будет не по силам Вот не надо этого делать Вот То есть мы все понимаем важность плана B И там соломку подстелить И там туда-сюда Все это понятно Но даже не думайте, что у вас может не получиться Не может не получиться Но, значит, если мы отвечаем прямо на вопрос Сложно ли стать тестировщиком Если ты изучал программирование То, в принципе, вам вообще для этого ничего не надо Вы можете, конечно, книжку почитать по тестированию Или там лекции мои послушать Вот Там на русском языке там есть у нас на 20 часов Но Очень многие люди, которые программирование знают Пошли в тестирование без того, чтобы где-то специально этому обучаться Они просто говорят, я изучал программирование, хочу тестировать И этого на самом деле больше, чем достаточно Больше, чем достаточно Поэтому Не думайте о том, что вам не нужно Что вы не сможете делать, там, программировать Тем более вас же учат Вы же не то, что там должны по книжке там сами Из, я не знаю, из бухгалтеров там переучиваться Вот Вас научат, там проекты будете делать Это люди, которые с такими, как вы, работают на потоке Понимаете, это же поточная система До вас там сколько народу было За вас там деньги платят им, да То есть я так понимаю, что они вас берут Там репатриационная программа оплачивает ваше обучение Если бы они были какие-то катастрофически неуспешные в своей деятельности Им бы никто денег не давал за обучение таких, как вы там Они там не одни такие Поэтому Вы доверитесь И так шуруйте А в тестеры вы всегда перекуетесь Это совершенно не процесс Сложный какой-то Сложно в тестеры, если ты вообще не там Я не знаю, ну Компьютер первый раз видишь Или там кроме почты ничего не проверять Так ничего с компьютером не делал до этого Тогда сложно в тестеры Если вас учатся к более сложным вещам И вдруг они не пошли Так более простые Это что же Не вопрос Свет, может ты добавишь что-нибудь? Нет Давайте третий пункт Бросили эмигрировать из Израиля в США Чем из Украины? Из Украины в США Например, по причине безвизового въезда в США И возможности найти работу по месту, а не удаленно Ну, значит, давайте так Он рассматривает последующее движение в сторону Соединенных Штатов Через рабочую эмиграцию А какое образование у него он не говорил? Через эмиграцию Посмотри, пожалуйста Значит, если рассматривать рабочую эмиграцию Может быть из Израиля проще В том смысле, что Израиль называют часто 51-м технологическим штатом Соединенных Штатов Там очень много американских компаний Имеют свои отделения Там очень много израильских компаний, которые имеют отделение в Соединенных Штатах Народ движется туда-сюда Нет, он занимается программированием Он контроллером программировал Но какое образование, непонятно Непонятно В общем, конечно, он может, в принципе Есть хороший шанс ему приехать в Соединенные Штаты По профессиональной эмиграции Больше ли шансов приехать из Израиля, чем с Украины? Ну, может быть, больше из Израиля Но дело тут в другом Если он живет в Украине То он может, например, без особых заморочек Оказавшись в Соединенных Штатах Например, получить статус беженца Вот сегодня это как бы несложно Из Израиля он его не получит Потому что он живет, значит, в такой стране В которой не положено беженцам Да, их там государство защищает людей Никто их там не должен обижать И, в общем, получить статус беженца Гражданину Израиля я себе даже представить не могу А с Украины просто Поэтому, что проще В профессиональной эмиграции, наверное, проще и с Израилем Кроме того, в Израиле технологический сектор В основном, как бы он так на английском общается То есть вы, работая на таких проектах там У вас будет хороший английский такой производственный, рабочий Так что для израильтян вот этот транзишн, вот этот переход на американский рынок Этот переход, он несложный Мы видели много-много народу Здесь чудовищное количество израильтян В Калифорнии, особенно в Кремниевой долине и в Лос-Анджелесе Где-то я читал, что там 300 тысяч израильтян живут только в Калифорнии Я хочу сказать еще, что из Израиля, например, ну вы, конечно, цель себе поставили попасть, например, в Америку Но из Израиля люди уезжают и в Канаду Там есть какая-то специальная программа, где по очкам, имея маленьких детей Можно получить очень хорошую скорую и попасть, например, в Канаду Совершенно легально, с правом на работу и со всеми делами Так что это тоже как бы это будет Света, я на самом деле, я уже не говорю о том, что масса народу живут в Израиле и никуда не хотят уезжать Им нравится в Израиле, они как бы так вот любят страну, которые живут Ну еще раз, это на любителя, да, это на любителя И как, тем более, что, понимаешь, как ему нужно прижиться Это не то, что он уже там живет и у него уже там все свое родное Он просто... Получается такая история, у нас очень много есть знакомых, которые проходили через такую двойную эмиграцию Вообще эмиграция, это довольно-таки стрессовый процесс И это не так легко, что вот просто на самолете перелетел и все, да И люди, которые проходят через две эмиграции, это тяжело, это тяжело Света, мы знаем людей, которые жили в Израиле 10 лет, потом жили в Канаде 10 лет, а потом оказались в Америке Ну и с Канады в Америку как бы безболезность Да, да, а вот там с Украины, например, в Израиле, потом в Америку тяжело, тяжело Но опять, еще раз, было бы желание, дорогу осилить идущий И если человек сильно хочет, то здесь очень много действительно израильтян И в хай-теке, где хочешь, и они все прошли этим путем Вообще, израильская эмиграция, на самом деле, это большая школа жизни Вот мы видели много людей, которые попадают в Соединенные Штаты разными путями И я хочу сказать, что люди, которые попали в США через Израиль, пожив там какое-то время, ну не 6 месяцев, а так, допустим, 5, 8, 10 лет, значит, они настолько закаленные, крепкие, их ничем не прошибешь, то есть они такую закалку получили. Ну они сознательное решение приняли, что это им нужно, и они пробиваются. Ну они их уже побило, там потрясло, потрепало, они устойчивые, они боевые, они самодостаточные. Я думаю, что сюда доезжают просто самые устойчивые, потому что те, которые сломались, они там остались. Может быть, но в всяком случае, это хорошая школа жизни. Ну что, Света, закончили на этом, да? Вот, мы пожелаем товарищу, значит, удачного расклада во всем этом деле. То есть, знаете, как по-английски говорят, sounds as a plan, да, то есть звучит как хороший план, вот то, что он хочет. То есть он едет, его берут на курсы, значит, там он ищет работу в израильском хай-теке и так далее. То есть, все это очень здорово. Кроме того, Израиль все-таки такая страна, где привыкли к большому количеству репатриантов, где нормально относятся к тому, что человек только что из курсов пришел. То есть, ну, многие так шли, и в общем, это нормально. Сколько лет ему, он не говорит, сколько лет. Ему-то 30 лет, 29-30 лет. Вот, ему не нужно прятаться ни от кого. То есть, можно все как бы хорошо сделать. То есть, я думаю, что мы со Светланой в этом плане позитивно воспринимаем. Все, желаем ему успехов и пусть расскажет, как там что получилось. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!